Коварная соперница или отравление на турнире по шахматам, как сообщает газета АРУ. 2 августа перед началом соревнования одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к столу и вылила неизвестное вещество. Очевидцы рассказали, что женщине, которая позже сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы, посмотрев записи камеры видеонаблюдения, вызвали полицию. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Прежде чем мы будем кушать друг друга, мы сейчас убиваем, давайте немного остановимся. А для этого нужно, чтобы было как можно больше думающих людей в парламентах, в правительствах. Поэтому если мы создадим такую критическую массу, сейчас 600 миллионов играет на планете, если мы доведем количество играющих в шахматы до 1 миллиарда, а это значит количество людей, для которых существует принцип «сначала подумай, а потом прими решение», то из этой критической массы, из миллиардной массы людей уже будет большая вероятность, значит, что больше людей попадут в парламент, правительства станут королями, президентами, министрами, пэрами и мэрами. Значит, количество неправильно принятых решений для человечества будет в геометрической прогрессии уменьшаться. А если количество неправильно принятых решений и законов будет уменьшаться, значит, жизнь наша будет улучшаться. Мы с тобой будем хорошо жить. Может, вообще, набязать всех парламентариев сдавать какой-нибудь зачет по шахматам? Ну, например, Уинстон Черчилль был, я думаю, не самый глупый политик, но принимая на работу в правительство своей страны, он спрашивал всегда, играешь в шахматы или не играешь в шахматы. А-а-а, интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. Лихо, девки пляшут. Да, интересно, девки пляшут. Действительно. Действительно? Действительно? Действительно. Действительно? Действительно. Действительно. Действительно? Действительно.